В Майнкрафт и Фортнайт новое обновление. Теперь можно есть бомбы, взрывчатку, дропбоксы и даже мобов. Стив беззаботно прогуливается по уютному миру Майнкрафта. И малыш Эндермен вместе с ним. Пара ударов киркой, и Стив добыл свой первый леденец – дружелюбную свинью. В кастрюле смешиваем 200 грамм сахара, 30 грамм воды и 100 грамм сиропа глюкозы. Варим смесь 7 минут. Готовый сироп окрашиваем пищевыми красителями. Под прозрачный силиконовый коврик кладем квадратную салфетку и наливаем карамель. Подправляем шпателем по форме квадратной салфетки. Вставляем деревянную шпажку. Из карамельных капель формируем небольшие квадраты. С помощью растопленной карамели склеиваем из небольших деталей квадратный пятачок. Приклеиваем пятачок и глаза из цветной карамели на квадратную мордочку свиньи из Майнкрафта. Этот моб-леденец вкусный и совсем безобидный. Стив окружен своими пиксельными друзьями и совсем не ожидает вторжения конкурентов. Внезапно с небес высаживается десант Фортнайт. У нее в руках конфета капитана команды по обнимашкам. Берегись! На силиконовый коврик кладем деревянную шпажку. Сверху выливаем розовую карамель в форме круглой головы и ушек. Из карамели других цветов формируем мордочку капитана команды по обнимашкам. Приклеиваем детали на растопленную карамель. Из розовой карамели выливаем чубчик. Подравниваем форму шпателем. Белой карамелью рисуем шрам на лбу. Конфета придает силы рыжему бойцу Фортнайт. Она готова покорять новую территорию. Вперед, моя кирка! Рыжий боец преследует Стива. У нее в арсенале есть кое-что веселое. Это буги-буги-бомба. Откуси чеку и танцуй. Кексы крошим. Добавляем сгущенное молоко и мягкое масло. Перемешиваем. Из массы лепим шарики. И ставим в холодильник на 15 минут. Обтягиваем шарики черной мастикой. Вставляем палочку. Из черной мастики вырезаем форму чеки. Приклеиваем ее на основу из сырой мастики. И крепим на кейк-попс. Приклеиваем детали чеки из мастики. Салатовую и розовую мастику разрезаем на квадратики. И обклеиваем гранату словно пикселями. Сладкая буги-буги-бомба попадает в Стива. Он обезоружен танцем. Вы только посмотрите на эти движения. Фух, наконец-то безумный танец прекратился. А Стив может достать свою взрывчатку и отомстить. Только сначала откусит маленький кусочек вкусного оружия. Бисквиты перемалываем в блендере. Из массы лепим кубики. И ставим в холод на 15 минут. Красную мастику раскатываем тонким слоем. Разрезаем на прямоугольники и квадраты. Смазываем растопленной шоколадной глазурью. И обклеиваем кубики бисквита. Подравниваем швы. Оборачиваем полоской белой мастики. Пищевым маркером подписываем взрывчатку. Вставляем палочку. Делаем несколько кейк-попсов. Кейк-попс со взрывчаткой метко летит в рыжего бойца. Вот это мощь! Стив оглушен. А противник вообще обездвижен. Но это ненадолго. Бой продолжается. Игроки ковыляют на свои позиции. Нужно срочно восстановить силы. Дружище Эндермен приносит Стиву напиток Крипера. Он исцеляет. На крышке квадратной банки делаем отверстие носиком горячего пистолета. Из самоклеящейся бумаги вырезаем квадратные пиксели. И приклеиваем элементы лица Крипера на банку. Спрайт окрашиваем зеленым пищевым красителем. Переливаем напиток в банку и вставляем трубочку. Стив выпивает Крипер-коктейль. И силы мгновенно возвращаются к нему. Он готов биться дальше. Рыжий боец тоже доходит до своей базы. Там ее уже ждет свежий слюрб джуз. Крышку подходящей банки грунтуем. И окрашиваем серебристым акрилом. Спрайт наливаем немного сливок. И разводим синий пищевой краситель. Переливаем напиток в банку. Поскорее восстановим защиту. Слюрб джуз вкуснотища. А теперь играем дальше. Подарок небес. Дропбокс. Скорее посмотрим, что в нем. 200 грамм мягкого масла взбиваем. Вливаем 400 грамм сгущенного молока. И продолжаем взбивать, пока не получится крем. Квадратные вафельные коржи смазываем кремом. Формируем квадратный торт. Голубую мастику раскатываем тонким слоем. И обтягиваем торт. Отдельные полоски мастики смазываем водой и приклеиваем по периметру. Стеком процарапываем разметку досок ящика. И продавливаем углубление для реалистичности. Прокрашиваем доски пищевыми красителями. Разрисовываем всю поверхность торта. Таким же образом имитируем гвозди на ящике. Из желтой мастики с помощью формы вырезаем буквы. И крепим их на ящик, смазывая водой. Проволоку обматываем флористической лентой. Конец закрепляем на держателе воздушного шарика. Вставляем шарик. Прокалываем углубление по углам ящика. И вставляем четыре проволоки, прикрепленные к шарику. Рыжий боец вмиг расправилась с дропбоксом. Какой сладкий ящик! Она сгрызла посылку до дна. А внутри оказалась полезная вещица. Новые пистолеты. Стив тоже не тратит время зря. Он кует свое превосходное оружие. Алмазный меч из жиров, белков и углеводов. 300 миллилитров кондитерских сливок взбиваем миксером. Разделяем их на три части и окрашиваем пищевыми красителями. На подложку выкладываем мини-маффины в форму меча. Смазываем их взбитыми сливками. Расчерчиваем узор пикселей. И заполняем пиксели сливками разных цветов. Используем кондитерский мешок. Вот он, вкусный чудо-меч. Но Стив хочет довести форму до идеала. Уберем лишний камень с рукояти. Заострим лезвие. И не забываем о симметрии. Подправляя меч, Стиви съел его до основания. Упс, он слишком поздно спохватился. Теперь будем сражаться голыми руками в креме. Рыжий боец утратила связь с сервером. Ау, очнись. А вот, она снова с нами. Стив тайно подбирается к бойцу Фортнайт. Это его шанс выиграть. За Майнкрафт! Нашальная пулька попадает в голову напарника. Мой Эндермен! И Стив проснулся. Игра продолжается. А вот и малыш Гаст. Он поможет мне отомстить за смерть Эндермена. Четыре маршмеллоу склеиваем в ряд пищевым клеем. Разрезаем вдоль на четыре части. Не доходим до конца. Делаем две такие детали щупалец. Складываем три маршмеллоу в ряд. Делаем четыре ряда. Склеиваем четыре слоя. Формируем кубик. Пищевыми красителями рисуем лицо Гаста. Пищевым клеем крепим к низу щупальца. Щупальца из маршмеллоу – хороший ланч. Стив основательно разозлил Гаста. Теперь главное – самому унести ноги и довести моба до цели рыжего бойца. А тем временем ничего не подозревающий рыжий боец восстанавливает здоровье. Очень кстати, она нашла синие грибы. Склеиваем четыре маршмеллоу в ряд кондитерским клеем. Другие маршмеллоу окрашиваем синим пищевым красителем. Растапливаем в микроволновке. Силиконовую форму полусферы смазываем растительным маслом. И выливаем окрашенное маршмеллоу. Вставляем палочку из клеенных маршмеллоу. Когда шляпка гриба застынет, посыпаем ее крахмалом, чтобы гриб не лип к рукам. Делаем несколько синих грибов. Ммм, зефирные грибы – отличный урожай. Рыжий боец съедает их все. Грибы отвлекают, и она не замечает опасности. Тебе привет от Стива. Эта встреча с монстром была ошибкой. Рыжий боец сбита. А Стив заслуженно исполняет свой победный танец. Понравились наши сладости для геймеров? Тогда пиши в комментариях, чьи вкусняшки понравились тебе больше – из мира Фортнайт или Майнкрафт. И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые вкусные идеи для любителей видеоигр на канале Трум Трум. Трум Трум Трум.